Инна Макарова – знаменитая советская российская киноактриса, народная артистка СССР. Звезда засияла на экране еще в пору черно-белых фильмов. Сердце талантливой сибирячки стремились завоевать видные кавалеры. Макарова стала в свое время частью большой кинематографической династии. Актриса родилась в 1926 году в городе Тайге Кемеровской области. Но детство прошло в Новосибирске. Там отец Владимир Макаров работал директором на местном канале. Мама Анна Герман числилась заведующей литературной частью театра «Красный факел». Инна Ивановна происходила из семьи ссыльного австрийского поляка. Настоящее имя – Ван Людвиг Арман. При венчании крестился в Ивана Михайловича Германа. И родственницей знаменитой певицы не приходилось. Творческие супруги жили в местном доме писателей. Макарова росла в атмосфере созидания, поэтому неудивительно, что с ранних лет в биографии артистки появилось искусство. Еще в пятилетнем возрасте Инна начала ставить сценки во дворе дома, а когда пошла в школу, записалась в драм-кружок. Когда разразилась война, Макаровой было 15 лет. Вместе с труппой театрального кружка школьница ездила по госпиталям и выступала перед ранеными солдатами и офицерами. Тогда Инна и поняла, что хочет работать актрисой, чтобы нести людям радость и добро. В 1943 году Инна поехала в Алма-Ату, куда на время войны эвакуировали в ГИК и попала на курс Сергея Герасимова. Кстати, впоследствии режиссер неоднократно говорил, что считал Макарову одной из любимейших актрис. Вместе с сыной зачислили 50 человек. Но до дипломных спектаклей смогли дойти только 13. Зато эти выпускники стали знаменитыми. Среди однокрупников Макаровой значились такие будущие звезды, как Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Маргунов и Сергей Бондарчук, который пришел в Абгик с фронта сразу на третий курс. В последние годы обучения Инна начала выходить на театральную сцену. В том числе сыграла Кармен в одноименной пьесе «Проспера Мериме». В спектакле «Кармен» Макарова увидел писатель Александр Фадеев и попросил Герасимова обратить на выпускницу пристальное внимание, не зная, что тот является наставником актрисы в Абгике. Но взгляд со стороны утвердил режиссера в решении доверить подопечной роль Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». Девушка подошла к работе ответственно, даже ездила общаться с родителями настоящей Шевцовой, чтобы лучше понять характер героини. После этой картины Макарову стали часто приглашать сниматься, но среди прочих проектов колоссальную популярность артистки принесла лента «Высота», где Инна Владимировна сыграла яркую девушку Катю Петрашень. В качестве декорации режиссер выбрал стройку доменной печи в Днепродзержинске. На верхотуре отважная звезда трудилась без дублера. У молодости Макаровой уделяли пристальное внимание. Специально для исполнительницы и Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий фильма «Дорогой мой человек». Картина считается одним из лучших образцов советской драмы. Позднее Инна Владимировна все больше реализовалась как драматическая актриса. Даже в популярных кинокомедиях «Женитьба Бальзаминова» и «Девчата» персонажи Макаровой не слишком веселые. В 1965 году Макарову задействовали в главной роли в мелодраме «Женщины». В 1971 году фильмографию актрисы пополнила картина «Русское поле». Артистка продолжала появляться на экране и в 21 веке. Одним из последних проектов с участием Макаровой оказалась сказочная лента 2016 года «Тайна снежной королевы», созданная дочерью исполнительницы Натальей Бондарчук. Личная жизнь. Работы у Инны Владимировны хватало. Постоянные съемки, разъезды, гастроли. О личной жизни в молодости старалась не задумываться. Но у судьбы были уготованы другие планы. Первым супругом Макаровой стал народный артист СССР и режиссер Сергей Бондарчук. Пара начала встречаться уже после окончания института. Актриса изначально не рассматривала эти отношения как романтические. Но настойчивое ухаживание привели к тому, что она согласилась выйти за него замуж. Жених даже написал огромное письмо матери возлюбленной, прося руку и сердце. Расписались они в 1950 году, после рождения дочери Натальи. Поначалу влюбленные жили в подвальном помещении в центре Москвы. Но затем, благодаря наличию у обоих сталинской премии первой степени, получили отдельное жилье. Годы спустя выяснилось, что супруги дважды заключали брак. Однажды Бондарчук и Макарова на время развелись, чтобы Сергей Федорович смог без проблем вписать себя в качестве отца Алексея, сына от предыдущих отношений. Инна Владимировна спокойно относилась к щекотливой ситуации. По-настоящему разойтись с Бондарчуком Инну Владимировну вынудила измена мужа с начинающей актрисой Ириной Скобцевой. По слухам, поначалу дети Сергея Федоровича от разных браков не общались, но после смерти отца подружились. В 70-е годы в личной жизни Макаровой произошли перемены. Артистка связала судьбу с известным хирургом, доктором медицинских наук Михаилом Перельманом. Причем их отношение поспособствовало заболевание звезды астма. Та игнорировала рекомендации врачей, и когда ситуация стала критической, за нее взялся Михаил Израилевич, который слыл большим специалистом по легким. Возлюбленные жили вместе около 40 лет, до смерти профессора в 2013 году. Пара так и не вступила в брак. Более того, профессор состоял в официальных отношениях. Союз изменил звезду, Инна Владимировна перестала быть капризной ради Перельмана. Научилась рано вставать по утрам, с удовольствием готовила. При этом Макарова вспоминала, что романтики между ними не было, оба были сосредоточены на карьере. Но когда стала вдовой, осознала, ее жизнь уже не будет прежней. Смерть супруга сильно повлияла на ее состояние. Знаменитость перестала появляться на публике, общалась исключительно с близкими. Творческие профессии выбрали себе и внуки, и актрисы. В конце 2016 года дочь артистки призналась, что Инна Макарова начала стремительно терять память. С возрастом женщина все больше отрывалась от реальности, а после даже начала видеть покойных родственников. Чем ни на шутку взволновала родных. Проблемы возникли еще в 2013 году, после смерти Перельмана. 4 марта 2020 года актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в Московскую ЦКБ. 25 марта Инна Макарова скончалась на 1994 году жизни. Родственники не стали вдаваться в подробности причины смерти. Известно, что Инна Владимировна страдала астмой. Позднее Наталья Сергеевна призналась, что мать сохла на глазах. Постепенно отказывали органы. Субтитры создавал DimaTorzok